Цикл, который дал название всему сборнику, называется «Каша из топора». Это посвящение литературным героям раннего и среднего детства. То есть все мы читали, в принципе, одни и те же книги. На них росли, так это вот с пафосом, если сказать. Поэтому у нас и склад примерно один мыслей, и ассоциативный ряд один. И затеял я в свое время такой цикл. И вот несколько, он большой, я его весь не буду читать, но какие-то из них, вот, например, чтобы стили еще поиграть. Да, мне же скучно в одном стиле, но это в разном. Это в свое время Жук назвал этот цикл пост-постмодернизм. Потому что для постмодернизма это слишком наворочено. Вот. Карлсон. Хокку. Смотрит на крыши старик, приготовив варенье. Ждет неизвестно кого. Усё. Хокку такой жанр интересный. Но им, конечно, Каганов, большой мастер по современным Хокку, это, конечно, виртуозное совершенно у него произведение. Дом мамы-жены. Без шутки вряд ли пройду. Что показать ей? Частушки у него в Хокку были. Я пробовал несколько раз, естественно, подходил к этому жанру. Было такое. В пляску пуститься что-то всегда мешает. Плохой я танцую. Элли в изумрудном городе. Нерикша проходит под Элли. Ничокша на льди не поет. Хорошая девочка Элли в Канзасе далеком живет. В свой край влюблена беззаветно. Порой вспоминает одно. Была унесенная ветром. Смотрели такое кино? Так вот. С ураганом приблудным она залетела туда, Где блеском маня изумрудным чужие стоят города. Друзья устремились навстречу, делясь непростою судьбой. Один был совсем бессердечный и вовсе безмозглый другой. А третий, хоть обликом львиным страшил удивленных зевак, Был сам по натуре пугливым. Боялся мышей и собак. И Гудвин, волшебник великий, твердил ей в те годы не раз. Останься! Зачем тебе дикий, суровый и пыльный Канзас? Тогда, рассудив не по-детски, Припомнила песню она. Не нужен мне берег турецкий. Чужая земля не нужна. И пнув изумрудную стенку, Девчонка, простая душа, Вернулась в Канзасские степи. И этим она хороша. А только накатит бывало сомнение в предутренний час, Что если б мозги заказала, Жила бы как фея сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ ВИ. По церкви паночка летает, Уже три ночи напролет. Все полагали, что летальный, А нет, летательный исход. Переплетая страх и страсть, Кружит, зовет, борьбочит что-то. Она для счастья родилась, А после вмерла для полета. Летают муха с комаром, И пух испорванной периной, В полете птица над Днепром, Земная жизнь до половины. Мы б тоже, видимо, смогли, Не счесть резервов в человеке, Но оторваться от земли Мешают то века, то веки. И ты в гробу полет видал. Не ожидал. Застыл в испуге. И голова твоя седа В земных проблем защитном круге. Тот круг непросто приступить, Вот и торчи внутри отважно. Под старость тройку нацепи, Кто выдумал ее, неважно, Тебе к лицу. Всю нечисть прочь, Крик петуха развеет дальний. Полет у паночки нормальный, Тихо украинский. Дядя Степа оборотень. Кто не знает дядю Степу? Всех, кто возле сорока, Замотала шарфом теплым Михалковская строка. Со стихами о Степане Каждый с измальства знаком. Это вам не дядя Ваня, Не убогий дядя Том. И года над ним невластны. Я скажу напрямоту, В самочувствии прекрасном Он и нынче на посту. Чак попьет, поест глазунью, Снова весел и румян. Лишь в период полнолуния Беспокоится Степан. Зарастает шерстью холка, Возникает резь в клыках. Дядя Степа смотрит волком И в прохожих сеет страх. От шинели тянет тленом, Крови жаждет естество. Часто путают с сиреной Вой полуночный его. И всю ночь неумолимо Он по улицам бредет. Но при первых звуках гимна Дядя Степа пропадет. Гаргантюа и Пантегрюель Перечисление блюд Обед Гаргантюа Я список урабле Прочел до середины Желе и крем-брюле Свинину и маслины Расставил на столе Великий Франсуа Мерси тебе, горсон, Спасибо за труды. Прошло полтысячи лет, Засохла в кружках бена И выпито вино. Когда бы не рабле Нам в жизни не постичь Круговорот еды? То разбив, то рулет Гаргантюа глотает. Грызет строку рабле Писатель-гуманист. Спешит мятежный дух В амбивалентный низ И с тяжким грохотом Наружу вылетает. Робинсон Крузо Стена Напротив другая стена Обои, пол, потолок Плафон Кофейная чашка, одна Сахар, один кусок Чайная ложечка, дверь, окно Чайник, плита, табак Спичка, халат Телевизор, кино Дорога, дорожный знак Дерево, ночь, подоконник, луна Комната, лампа, комар Спичка, табак Телефон, тишина Август, октябрь, март Лысина, кепка Ушанка, зонт Майка, пальто, тулуп Чай, ааа Веник, уборка Ковра, узор Чай, макароны, суп Наводнение, засуха Новый век След, человек, судьба Понедельник, вторник, среда Четверг, пятница Спичка, табак Браво Кремушки теров Мы мчимся голопом Нелегок наш путь Должны мы подвески найти и вернуть Вот это Атос Он печален и пьян В любви неудачник А я, Д'Артаньян Нас молодость гонит В опасный поход Храпят наши кони А сердце поет Вот это Портос Весельчак и Буян Он жить будет долго А я, Д'Артаньян Ответьте, Париж Орлеан и Кале Когда же уймется Подлец Ришелье Мой друг Арамис И красив и румян Он станет аббатом А я, Д'Артаньян Констанция, милая Где ж ты теперь Ах, белая келья Тяжелая дверь Миледи коварно Исполнила план Любимая насмерть А я, Д'Артаньян Но скоро Миледи настигнет финал Удар И над трупом Склонится луна И счастлива вновь Королева моя Подвески на месте А я, Д'Артаньян Приемник в машине Играет гавод Отряд не заметил Что кончен поход Осталось немного Продукты купить Заехать в гараж И подвеску сменить Пятнадцатилетний Капитан Немо А кто сразу Пусть поет Веселый ветер Над седой Равниной моря Мне милей всего На свете Рыб Внимание Немое Нету В пении Коллективном Ни мотива Ни аккорда Человек Звучит Противно А молчит И вправду Гордо Слышу Крики о свободе Чувстве долга Или локтя Солнце Всходит И заходит Но темно В подводной лодке Пусть темно И даже тесно В тесноте Зато в комфорте А дурак Любую песню Обязательно испортит Очень трудно С дураками Вышла яхта Из тумана Вижу кто-то На дункане Низвергает капитана И опять Кого-то режут Тишины Не получилось Из-за острова На стрежень Выплывает Наутилус Мунт подавим И на реях Всех изменников Повесим И пускай Над ними Реет гордо Реет буревестник Вот и Глупая записка Робко прячется В бутылку Флаг повис С довольно кислой Капитанской ухмылкой Снова выиграл сражение Помолчим Табак покурим Начинаю погружение Кстати Скоро грянет пуля Здесь у нас Сейчас прервемся Еще паузочка Переключаем внимание Замечательный актер Участник шоу Шесть кадров Тоже Который играл Мои капустники Сергей Дорогов Я не буду долго Вашего внимания Откликать Пока есть на свете Вот такие талантливые Жуки И плотовые Да Я спокоен Как-то За свою жизнь Вы иногда Своим талантливым творчеством Все-таки вдохновляете Меня Мало пишущего человека Но иногда Я позволяю себе Это рядом с вами Не стоит Но тем не менее Вот короткие такие Зарисовки Вы видели глаза Тех мужиков Которые ждут Жен У бутиков С глазами В угол Загнанной собаки Стоят На протяжении Веков Атланты держат Нет Раджикевича Любимая Из моего творчества У Этика Любимая Вот эта Нет Никогда Нет Евреи Не будут рабами Вспомните Эхо Великой Прошедшей Войны Били Бесправных Жидов У пыри С сапогами Тем Хоть быхны Хоть быхны Хоть быхны Хоть быхны Вот и жена Моя Танька Ну Таньку Ты знаешь Пилит Меня Что пропил Я последние Штаны Пилит И пилит И пилит Ну ты ж понимаешь Мне Хоть быхны Хоть быхны Хоть быхны И последнее Автопортрет Ну чтобы было понятно Да Все мирно Откляченная Жопа И живот Вот фирменные Две мои приметы По сим Приметам Всяк Меня найдет Любой В любой Заметьте Точки света Есть животы А есть зады Ого Мой эксклюзив И в эксклюзиве Весье Пью пиво Я мулиток Эскарго И мой живот Для жопы Равновесие Спасибо Спасибо За гармонию Вот Так вот Как теперь войти Номер Который Был сначала Написан Потом Впоследствии Стал капустным Номером Его Исполняла Маруся Иосипенко Уже Народная Артистка Теперь Россия Артистка Театра Вахтангова И жена Олега Митяевна Вот Му-му Продолжая Книжную тему Сколь Ландшафт Побережья Прекрасен Сколь Величествен Водный Простор Отчего Вы молчите Герасим Отчего Вы отводите Взор Что за Дума Тяжелая Давит Непривычное К думам Чело Вы Че Ты Мычали Про Дайвинг Отчего До Меня Не Дошло Лопоточек Гляжу Прохудился Почини Почините Вернувшись Домой Странный Сон Мне Сегодня Приснился Я Была В нем Персидской Княжной Вы Такой Мужичок Самобытный Не Болтун Чем И Нравитесь Мне Кстати Гера Весьма Любопытно Ваше Сомнение О пьесе Над Нем Но Герасим Поплевывал В воду И молчал Он Давно Осознал Все попытки Общения С народом Утопически Портят Финал Как я узнал Как я узнал Буквально Сегодня Это произведение Исполняется И другими Исполнителями Пусть прозвучит В авторском Шерлок Холмс Гул Добрая Собака Игулкой Один Все Нынче В Скоттланд-Ярде Жизнь Прожить Не трубку Поприть Письмо Печорина Онегину Забавная история Можно сидеть Угадывать Из чего Конкретные Вот эти блюда Намешаны К вам Пишу Мой друг За окном Кавказ Победителей Нет И уже Не будет Возмущаться Излишне Потомки Нас Не смутившись Запишут В лишние Люди И толстяк Пятиклассник Прищуря глаз Нас накажет Презрением И осудит Поначалу Я вовсе Хотел молчать Но венцо В груди Побуждает К мести Скучно Грустно И некому Руку пожать В этом проклятом Всеми курортном Месте Остается Бумаги Передавать Представление О доблести И очести Пушка Бьет И опять Попадает В небо Раздражение Достигло Критической Массы Облака Над Печорой Или Онегой Отсюда Дальше Луны И Марса Здесь Чеченский Джалом Ползет По брегу Демонстрируя Хитрость И злобу Барса Генералы В расстройстве Количество Беглых Превышает Число Геройски Убитых Не такое Уж видно Святое Дело Расширение Пределов Страны Немытой Ищешь Женщин Но Нин И Татьяна И Беллы Вышли Замуж Пусть Их Воспоют Пииты Перечесть Не страшно Но лучше К фляге Приложиться И дать Оцареть Запалу Я печально Гляжу Как тускнеют Флаги Как пространство И время Составив Пару Превращают В пепел Листок Бумаги Одинокий И белый Как в море Парус Мартин Вот Мартин Которого Создал Джек А это Из высшего Света Девица И этой Девице Мечтает Добиться Мартин Которого Создал Джек А это Из рукописи Страница И этой Страницу Очень гордится Мечтая Писателем Стати Добиться Внимание Из высшего Света Девицы Мартин Которого Создал Джек А это редактор, который кривится, читая из рукописи страницу, которую автор напрасно гордится, такой писанину трудно добиться, внимание из высшего света девицы, и вот на корабль печально садится Мартин, которого создал Джек. А это почет и богатство стучится в двери тому, кто сказал, не годится, мне отступать буду яростно биться, и обязательно жизнь состоится, уж не кривится редактор тупица, а издавать поскорее стремится тысячи книг за страницей страницей, даже из высшего света девица, в автора книг умудрится влюбиться, мог бы спокойно здесь остановиться. Мартин, которого создал Джек. Но слышишь, волна потихоньку стучится в тот пароход, где Мартиния и пицца в Лондон плывущая, может быть, в Ниццу, где в первом классе герой наш томится, не к чему больше герою стремиться, деньги отрава, а слава водится, что между пальцев уныло сочится, даже из высшего света девица вовсе не та, с кем хотелось бы слиться. В небе кричит одинокая птица, и остается одно — утопиться. Ходит кругами вода расходиться, там, где сподобится, в воду свалится. Мартин, которого создал Джек. Песнь об Азиате. Ну, у нас у всех Лангфелла, да, в общем, настольная книга. Если спросите, откуда есть пошла земля родная, я скажу вам, я отвечу. Мы пока еще не ели, никуда мы не ходили, мы духовностью богаты. Если спросите, откуда в нас богатая духовность, я скажу вам, я отвечу. Мы ж, ребята, азиаты. Почитай, что те же скифы. И раскосы наши очи, и жадны они без меры. Вас, к примеру, миллионы, нас же тьмыть, мыть, 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 мыть. Если спросите, откуда эти вечные сражения, отчего мы, азиаты, не находимся в покое, я скажу вам, я отвечу. Нам покой частенько снится. Но реальность нашей жизни интересней сновидений. Если спросите, что делать, а тем паче, кто виновен, я скажу вам, я отвечу на проклятые вопросы. Ничего не надо делать. Понаделанно изрядно. На вопрос же, кто виной, так отвечу. Конь в тулубе. Да степная кобылица, что ковырь в себе помяли. Если спросите, откуда наши радостные песни, где невеста утонула, где прохожий застрелился, где кружится черный ворон и лучина догорает, я скажу, я так отвечу, не покажется вам мало. Эти песни, я отвечу, ряба курочка напела, и не спрашивайте рябу, мол, куда же ты несешься. Где приспичит, там несется. В слепоте ее куриный тень великого гомера. Если спросите, откуда эти ямбы и хореи, этот стих Александрийский Амфибрахида Анапист, я скажу вам, отвечаем мы за всю культуру разом. В том значении азиатов, в бесконечной вечной жизни. А соседние народы пусть слегка посторонятся. Но не спрашивайте боли. Я немного утомился. Мне что-то гаевато. А кому теперь легко-то? Спасибо. Спасибо большое. У меня такое ощущение, что по времени у нас осталось на подписи. Юлия Михеева. Как опытная звезда шоу, приходит в последний момент, когда все собираются расходиться. И все, внимание, ей! С контрабасом. На прошлом бенефесте, кстати, с 7 по 10 июля состоится замечательный фестиваль бенефест, где огромная сцена и время предоставлено именно Азии плюс, где я уже два года таковал и буду таковать еще. И он, несмотря на то, что на прошлом фестивале, вот эта маленькая девушка заставила меня переть вот этот огромный контрабас на себе, через грязь и все. Существуют фотодокументы. Контрабас очень тяжелый инструмент. Я просил ее в следующий раз выступать клейкой Пикколо. Она против. Значит, это у нас Челябинская диаспора продолжает подтягиваться. Присоединившаяся к первой. Уральская диаспора. Есть два чудо-словесности, которые я содержания не понимаю, но знаю, что это какие-то чудеса. Это песни Бориса Гременчакова и Юлии Михеевой. Но Юля намного симпатичнее. Здорово. И Вячеслава Кухамедзяна. Да. Как это сказать? Неносимый Сергеем контрабас. Я спою, с вашего позволения. В общем-то, импровизация, по большому счету. Мы там за окном сейчас немножко в угол машины развеялись. Вокруг зимы сверкающее тесто, А мы начинка в нем и неизвестна. Полезен тот пирог или отравлен? Полезен тот пирог или отравлен? А где-то праздник, может, день рожденья, Вот-вот нахлынут гости поздравления. И наш пирог уже на стол поставлен. И наш пирог уже на стол поставлен. Кто съест пирог с начинкой, неважно. Когда так хочется кричать и плакать. Когда так хочется кричать и плакать. Но мы бредем среди муки снежинной. И каждая снежинка есть причина. Вот там молчать, смотреть на снег и улыбаться. Молчать, смотреть на снег и улыбаться. Молчать 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 и улыбаться. И ворона может лететь красиво, Я слова забывчивы, зла плаксивы. Я люблю, когда дарят цветы колен. Я боюсь зубных врачей и увечий. Ла-ла-ри. И еще людей, когда сильно любят, Потому что умру, все равно забудут. Ведь у тех, кто любит плохое зрение, Я боюсь испорченным. Отражений, тени вороны, Немногим орлиной хуже. Я боюсь чудес за зеркальной стужей. Ла-ла-ри. Субтитры создавал DimaTorzok И ворона может лететь красиво, И ворона может лететь красиво, И ворона может лететь красиво. Актриса театра Елены Камбуровой, художник, мать Юлия Мегеева. И Вячеслав Ахмедзянов. Вячеслав Ахмедзянов. Небольшая часть четырех сторон. Вячеслав Ахмедзянов. Говори. Вячеслав Ахмедзянов. Хорошая сказать. Я не знаю, сколько мы знакомы с этим человеком. Мне это страшно. Знаете, как мне. А-а-а-а. Зачем я шла-то сюда? Так, поди, а ты ведь, ты же тварь, меркантильная. И это, в общем, я пошла. Нет, все, мы долго просто так припираемся. И просто я поражаюсь на самом деле тому, как он умудряется из конфет. Сора. Нет. Тому, на самом деле, мне кажется, кроме всего прочего, кроме того, что он умеет бешено рассмешить вообще в любую секунду до полусмерти вообще. У него еще невероятный, мне кажется, лирический дар и некоторые стихи. Я прямо сижу у Фейсбука и плачу. Вот, на то и расчет. Спасибо. А теперь я буду над книжкой. Теперь я буду над книжкой, да. Над вымыслом, слезами, там, облезья. Тоже, да. Тогда вот, тогда завершаем. Ну, так вот, чтобы по режиссерке простроить, нужно все равно какая-то точка. Это тогда полет постпостмодернизма. Я памятник себе и никому другому. Прохожий путь прерви, постой, перекури. Молчи, не говори, побудь минуты три. И дальше шухери заботами влековой. Я памятник себе. Открылись. Перебор. Я выиграл, Хуан. Пожмем друг другу руки. Маячит дальний путь до долгие разлуки. Но веселый разговор. Я памятник. Ни склеп, ни конус со звездою. Я сам себе не крест. Я памятник и все. Не низок, говорят. Но знаю, невысок. Для памяти стою я над самим собою. Нет, не покорена последняя глава. Оставлю на потом. Пора прийти в движение. Мой прах переживет такое небрежение. Я знал его, я знал. Слова, слова, слова. Немного о душе. Она, конечно, в лире. Ни в йене, ни в рубле, ни в долларе она. Любезна только мне. Народу не нужна. Но счастлив я вполне в подлющем этом мире. И долго буду тем, что принято скрывать. О чем не говорят, чему не учат в школе. Примерши языком на ледяном глаголе Я чувства не будил, но отправлял в кровать. Меня жестокий век проводит по уму. Плевать. Общепит крепчает год от года. Восславить бы, че. Свобода, бля, свобода. Я памятник себе. И более никому. Спасибо большое, что пришли, что высидели в такой душной атмосфере. Готов раздавать книги. Приезжайте туда, где выступает Азия. Это верная гарантия, что они меня тогда позовут. И подарят какую-нибудь футболку или кепку. Потому что я-то тварь еще та меркантильная. Я уже все футболки собрал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.